Апелляционная комиссия Европейского союза настольного тенниса восстановила российские клубы «Факел», «Газпром» и «УГМК» в Лиге чемпионов минувшего сезона, сообщила пресс-служба юридической компании «Силы Интернешнл», представляющей наши интересы. Более того, решение отстранить российские команды признано дискриминационным, и результаты турнира должны быть пересмотрены. Новость, конечно, бомбическая, но в благоприятный исход верится с трудом. Напомним, 3 марта исполком ЕТТУ отстранил российскую пару полуфиналистов «Факел» УГМК от дальнейшего участия в Евролиге. И позже немецкая «Боруссия» была объявлена чемпионом после победы в другом полуфинале. С нетерпением ждем дальнейшего развития событий. Продолжим тему настольного тенниса. Домой из Чебоксар вернулись триумфаторы юношеского первенства России – оренбургские кадеты. Из столицы Чувашии наши девушки привезли командное серебро и лидер сборной Анфиса Дурнова – личную бронзу. А вот юноши выступили выше всяких похвал. В командном турнире разгромили всех соперников и стали первыми. Плюс в одиночном разряде двое оренбуржцев разыграли золото. Савелий Кизимов, уступая по ходу финала, вырвал победу у первого номера рейтинга Алексея Самохина, который, в свою очередь, добыл еще одно серебро в смешанных парах. Всероссийский теннисный турнир «Металлург» состоялся в Медногорске. В нем приняли участие около 150 юных спортсменов нашего и соседних регионов. В прошлом году проходили первые соревнования, а сейчас выросло и количество участников, и расширилась география. В спорткомплексе «Сокол» собрались юные мастера малой ракетки из Свердловской, Челябинской, Самарской, нашей областей и Башкортостана. Все они воспитанники детско-юношеских спортивных школ в возрасте от 8 до 13 лет. Один из организаторов турнира, теннисный клуб «УГМК», взял на себя вопросы технического оснащения. Специалисты клуба уложили на арене «ФОКО» современное напольное покрытие, а также привезли 12 фирменных теннисных столов, 6 из которых останутся в местной ДЮСШ. В Оренбурге на турнире представляли игроки семи областных команд. У юношей вторым стал гайчанин Логинов, третьим – Кантаев из «Факела». А у девушек весь пьеде стал наш, на верхней ступени оренбурженка Брянцева. В Солилецке состоялся турнир по мотокроссу в поддержку военнослужащих российской армии, участвующих в спецоперации на Украине. За гонками следили наши коллеги с Солилецкого телевидения. Мотоциклетный спорт у нас популярен, как и везде. Этапы чемпионатов и первенства области проходят в Оренбурге и Бузулуке. В календаре ряд традиционных турниров. Орский – памяти герой Советского Союза Сорокина, Новотроицкий – памяти Сергея Шила, Гайский – памяти Валерия Суворова. В Черноматроге проводился даже этап чемпионата России. В Солилецке после длительного ковидного перерыва прошли соревнования, в которых приняли участие около 50 спортсменов городов нашей области и соседнего Башкортостана. У нас два года не было мотокросса в связи с пандемией вот этой. И я считаю, что ребята сейчас после этих соревнований начнут тренироваться, подтягиваться. Гонки железных коней проводились в пяти разрядах в зависимости от объема двигателя и возраста участников – от пятилетних до ветеранов. В организации турнира приняли активнейшее участие многие городские структуры Солилецка. Главная цель – сбор средств на приобретение гуманитарной помощи, которая будет отправлена на Донбасс. Волейбол. В пятницу начинается второй тур плей-аута мужского чемпионата России. Четыре команды Суперлиги расставляются по местам с 11 по 14. Игры первого этапа прошли в Сургуте. Как и все, оренбургский нефтяник провел три встречи. Сначала получился упорнейший матч с Енисеем. Оренбуржцы вели 1-0, 2-1. Четвертый сет стал самым зрелищным. Соперники все время шли очко в очко. Но в самой концовке при счете 23-23 красноярцам удались две результативные атаки подряд. И на тайбрейке Енисей полностью владел преимуществом, завершив матч в свою пользу 3-2. Во встрече с Уфимским Уралом нефтянику не удалась только первая партия. Вторую и третью играли абсолютно на равных. Увы, оба раза уступив на балансе. И в завершении тяжелый бой с хозяевом из клуба «Газпром Югра». Те взяли два первых сета. Оренбуржцы перестроились и выиграли третий. Продолжили владеть инициативой в четвертом, ведя с двукратным перевесом 12-6. Тогда настала очередь сибиряков вносить в игру коррективы. Как выяснилось, правильные. Вскоре от нашего отрыва не осталось и следа 16-16. А сургутяне развили успех, выиграли партию и закончили матч 3-1. Второй тур плей-аута пройдет в Красноярске на площадке Енисея, который и станет нашим первым соперником. Это были новости спорта. Я с вами прощаюсь. С Днем Победы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин